Ждут как маны небесные. Так уж сложилось, что возраст большей части жилфонда в Щелковском районе требует капремонта. О том, какие проблемы возникают на пути капитального преображения многоквартирных домов и как в процессе участвуют сами жители, говорили на очередном муниципальном форуме «Управдом». Данную тему мы предложили для форума «Управдома», потому что очень много обращений от жителей Щелковского района идет по капитальным ремонту с разными вопросами. Открытый микрофон, благодаря которому любой житель может озвучить свои вопросы – неотъемлемый элемент каждого форума. Как показала практика, председатели Советов многоквартирных домов, ожидающих капремонта, не устраивают в первую очередь нехваткой информации. У кого мы можем спросить, кому мы можем обратиться за смертой на капитальный ремонт нашей кровли и придомовой территории? Смерти еще не готовы, потому что план на 2017 год по ремонту подтвержден, их еще физически нет. Они будут готовы, может быть, где-то приблизительно после того, как будет разыгран конкурс весной в 2017 году на ваш дом. После того, как конкурс будет разыгран, будет определена организация, которая подряд будет вам рассчитывать ремонт. После этого вы можете обратиться к своей управляющей организации и вам лично предоставить эту смену. Если у вас был специальный счет лично для вашего дома, тогда вы сами определяли бы смету и стоимость ремонта, и сами выбирали бы подряд организацию. Для представителей Совета многоквартирных домов очень важна информированность о том, каковы их права, что они имеют право сделать. Очень важно, что присутствовал здесь представитель фонда капитального ремонта, которому заданы были конкретные вопросы, и плюс еще были даны конкретные предложения по тому, как организовать, чтобы работа по капитальному ремонту и платежному дому проводилась в срок и качественно. Прозрачности в том, что люди бы доверяли, что их счета вот они, ведутся, и так далее, и тому подобное. Вот этот механизм надо доработать. Также на встрече была отмечена неудовлетворительная работа подрядных организаций, проводящих капремонт. В качестве одной из главных причин обозначили позднюю организацию конкурсов на проведение работ и перенос домов из плана ремонта с одного года на другой. В прошедшем году в Щелковском районе прошел ремонт 45 домов. На 2016-й было перенесено 30. В этом году в программу вошли 70 зданий, однако опять же планируется перенос из-за погодных условий. Во-первых, очень поздно разыгрывается конкурс. Завод Дарик в 2015-м года смеха составляли управляющие компании. Те дома, которые с 15-го перешли на 16-го, соответственно, деньги уже другие. Выходит подрядчик, который, простите за отмечения, предложил 3 рубля за свои услуги. Но когда он вышел, получишь, что там он и 3 рубля не получил, потому что, простите, там, во-первых, крылья работы, во-вторых, поменялись расценки, и здесь выгодят, когда же снежный полк. Мы сегодня по резолюции подытожили, чтобы фонду капитального ремонта проводить конкурсы, согласно 44-го УФСЗ, как они это делают раньше, чтобы управляющие организации могли выйти на все дома, которые они выиграли, оценить обстановку, вскрыть, сделать дефектные акты, акты скрытых работ и приступить к работе не в димний период, особенно в системе отопления и кровли, а в летний период, как это положено. Администрации муниципальные оторваны от процесса организации работы по капитальному ремонту, их контролю, проведении тех же конкурсов и так далее. Вот в этом отношении это уже вопрос и к областной думе, и к нашему министерству ЖКХ. Здесь тоже нужно немножко сдвинуть акценты где-то к золотой середине. Также в плане контроля качества работы огромную роль играет взаимодействие советов многоквартирных домов и управляющих компаний. Им также резолюции форума было рекомендовано активно вести совместную работу по подготовке документации для капремонта. К сожалению, сами советы пока есть лишь в третий жилфонда. Темы взаимодействия советов домов с управляющими компаниями, а также организации капитального ремонта, планируют затронуть на региональном форуме «Управдом», который пройдет 16 декабря в Красногорске.